Welcome, welcome, welcome Желтая бригада против розового О, давайте им цвета тоже выберем А что у нас в качестве желтого есть? Вот Против И что-нибудь есть розовое на гудгейме? О! Вот это сражение, я понимаю Кстати, это на пони похоже Очень похоже на пони, а это как раз спайс Ну, они, правда, здесь написаны шпионы Шпионы! Надо было шпиона тогда сделать Кто тут шпион? Вот шпион Нет Нет, это с маленькой, это неинтересно Оставляем так, как есть Нормально, мандаринка сгодится Они спайс Я знаю, что они спайс Но здесь-то написано, что они шпионы Видишь? Так вот, шпионы Это команда Ямута Канона Помните этого человека Который за корейцев Постоянно голосует Он считает их самыми сильными Учит свою команду играть по-корейски Скажем, прямо Поэтому Поэтому Стрим жив, конечно же Гуф? Гуф упал полностью? Ну, ребят Ну Такого просто быть не может Ну, запись у меня, по крайней мере, идет Сейчас разберемся, что там произошло Но должно все работать По крайней мере, у меня стрим мой, собственно, идет Я думаю, надо всем нажать просто F5 Ири F5 Это Рок Рок с Е на F5, пожалуйста Это просто шахмат много смотрел И Ладью С линии Е на F5, пожалуйста, передвиньте Это возможно, кстати? Возможно Кстати, это возможно Правда, он тогда должен на Е5 стоять Чтобы передвинуться на F5 Он не может на Е и передвинуться на F Да, не может Лаги идут Ну, это что-то с Гудгеймом случилось Это не от меня идут лаги, ребят У меня все нормально Поэтому Ну, в записи это будет все хорошо Пока вы там разбираетесь с лагами Пишите Майкеру и другим Старскример Что случилось? Что случилось? Змея против единорожки Ну, нарисовано, да Змея против коня Не в коня корм Ой, все горит, а теперь нет Ну, там, походу, Гудгейм упал Давайте я вам напишу Гудгейм начал лагать Я на записи Поэтому У меня все Все умерло, все ожило Все, они идут Ладно, делаем фулскрин Потом еще вернусь Минуты через три Посмотрю, может быть, что-то исправилось Спайсы Ну, они сплайсы На самом деле Я не знаю, что это слово значит Сплайс Может быть, это с чем-то связано Букву С они изобразили как змею Причем не кобру, как многие используют А простую Это гадюка, походу Простая змея Ну, тоже, ясное дело, ядовитая Или бы это Дремучая Гремучая Гремучая змея Да, у которой хвост трясется Кстати говоря, надо посмотреть, какой у нее хвост Хвост у нее не трясущийся Вон, видите, там Так что это Это гадюка просто изображена Тоже ядовитая змея И они будут играть через Ту самую комбу Про которую я сегодня уже говорил Комба называется Си Джинг Два адекери У команды Сплайс Которых я буду в шутку называть Спайс Команда Unicorns of Love Решила играть через Трех танков И двух керри Вот Это будет близкая игра Ну, должна быть близкая игра, по крайней мере Элиза пойдет в танка Том Кенч это танк Алистар это танк То есть в фулл хаус взяли себе Unicorns of Love И Си Дж взяла команда Сплайс Обе команды соображают По крайней мере по банам пикам Он уже соображает, что происходит в этой лиге На данный момент И поэтому обе команды будут наравне сейчас сражаться Ну, конечно же Ситуация может быть разная Где кто-то отлетит На каком-то Ну, неудачном плейсе Может быть кто-то в начале Случайно она отдает киллов Посмотрим Так, я возвращаюсь Что тут у нас происходит Да и Твич Твича еще и нет Ну, нифига себе у вас проблемы Ну, Ютуб-то точно должен быть Сейчас, ребят, посмотрю Ну, должен быть Твич тоже Не, да, правда Твич отлетел Ну, а Ютуб отлетел тоже Супрайс Понятно, понятно, понятно Ютуб умер давно И Твич тоже давно умер Хм, нет Ну, тогда, может быть Может быть я это могу исправить Там пока ничего не происходит Они даже свапы не организуют Я так поглядываю Начался фарминг Свап, то есть Организован был Но они будут вместе стоять на одной линии Ну, то есть Вы поняли, сейчас я сделаю так И начать рестрим снова Может быть это заработает у вас Это все саботаж Саботаж Мисс Бетт Кстати говоря Единственный, по-моему Игрок команды Сплайс Который играл на ЛКС До этого Он был заменой На несколько игр В какой-то команде Саппортом и был Все остальные игроки По-моему Ни разу не были на ЛКС Трэши не был на ЛКС Сен Кукс Если он не поменял ник То он не был на ЛКС Вандервир То же самое Первый раз вообще слышу его ник Кобе Вроде звучит-то ник знакомо Но это просто есть Американский Комментатор Его зовут Кобе Но он с одной ба Это здесь две ба То есть тоже Игрок, которого мы не видели Никогда еще Что касается Уникорнс оф лав То у них везде Чачи Они Замену Гиллиусу Ну который был Заменой За место Ушедшего Кикиса Из джангла Купили себе Даймонд Прокса Фокс У них на миде Он в конец сезона И доигрывал у них Стилбек По-моему Его не было В их команде Но Стилбека Мы знаем Классный адекерий Ну и Хильсанг Так и остался Юникорнса На самом деле Сильно Состав-то не потеряли Даже Как многие говорят Они усилились Ну учитывая Что Кикис ушел Из-за флейма Ну или из-за чего-то Даймонд Прокс Вроде по уровню Не слабее Кикиса должен быть И Это мета На самом деле Его мета Лисина рабочая Элиза рабочая Все это Можно играть Не переиграть Но Не придумал Даймонд Прокс Ганга Он ушел На контрганг Чтобы поймать Трэши Но трэши Был снизу Поэтому Поймать на контрганге Было довольно сложно Его Хотя По-моему Даймонд Прокс Не видел его Так Давайте я еще раз Альтаб Но пока ничего не происходит Надо эти проблемы Рестримы Вроде запустились Ребят Проверьте пожалуйста У кого рестримы запустились У кого нет Фокс Вместо ПАОЕ Стилбэк Вместо Вардакса Вот спасибо Да Фокс Но он уже Я знал что он был уже В них в составе А Пауэр оф Ивел Да ушел от них В межсезонье Но Фокс уже был у них В составе Висел как игрочок А Вардакс Вот я как раз забыл Да Довольно кстати Слабый адекерий Был Вардакс На самом деле Слабый адекерий Ну теперь У них есть Стилбэк Который мне кажется Посильнее был И Стилбэка Тоже Учитывая что Корки Эз МФ Эти чемпионы В этой мете Работают очень хорошо Это Стилбэковские Чемпионы Он на них Божил Ну кто такой Коби Без вариантов Даймонд Прокс Наконец то делает Один полезный ганг Элиза только сейчас Перевоплощается Красным бафом Попадает сразу же Это минус Вандер Вульф И килл достается Неправильному Игроку Я думаю Вы Как бы Знаю Как я играю За Элизу И вообще Здесь всегда Килл должна получать Элиза Вот всегда Никогда Килл не должен Получать танк Ваш Топлейнерский Потому что Танк топлейнерский Он Ассист Уже рад Как бы Фарм Плюс Это уже Ему В радость А вот Элизе То что она получила Сейчас ассист Не сильно Как бы Поднимет ее В игре А вот получая Она сейчас Скилл Она могла бы Войти как можно Быстрее В джанглерский Айтем И получив Синдерхалк Раньше Чем Рик Сайка Даже начала Быть задумываться О том Что у нее Синдерхалк Есть Это бы Привело Конечно же Элизу В колоссальный Плюс Ой Фокс Пропустил Тележку Но Трэша Здесь Решил Фарм Не забирать А поддержать Его Для Своего Варуса Элиза Должна Идти в танка В этой игре Потому что Если она Не пойдет В танк Им не будет Хватать Чемпионов Которые Могут Удержать Урон Элиза Должна Будет Пойти В Синдерхалк Тире Этот Мерки Переход В Фроузен Харт Вот такие Три Айтема Первых Я бы Здесь Собирал На Элизу Ну Как Элиза Мейнер Сразу Вам Это Говорю Поэтому Если мы Что-то Увидим Другое Надо Будет Думать Почему Ой Стилбек Не попал Но Продолжает Погоню Понимает Он Что У него За плечами Есть Хелисан У Коби Большая Проблема Элиза Здесь Подходит На Дайв У Лизы Есть Флэш Могла Уже Выходить Но Решили Они Дождаться Полного Запушивания Что По Телепортам Телепорта Нет Турайза Телепорта Нет У Том Кенч Поэтому Этот Дайв Должен Будет Сработать Фокусить Надо Обязательно Коби Никого Иначе Здесь Нельзя Алистар Должен Первым Влетать Хил Сразу Прожимает Кого Нет Какой Низбет Низбет Плохая Идея И Убили Его Конечно Получилось Но Коби В ответ Убила Алистара Поэтому Надо Было Первым Убивать Коби Но В этот момент Варус Решил Бежать Наверх Чтобы Помогать А Фокс Заулынил В него Но Не Попал Спеллом Одним И После Этого Получил Ульту В лицо От Варуса В итоге Варус Конечно Потратил Больше Самой Нер Спеллов Но Фокс Попади Этим Спеллом На Кушкой По-моему Да Он не Попал Все равно Убил Сен Кукса И Без Вариантов Было Пока Все Хорошо Для команды Unicorns Of Love Темную Лошадку Как их Называли Английские Комментаторы Сплайс Это Пока Лошадка В стойле Находится Кобылка Пока Не Объезженная Совсем Получается У них Все Три Линии Проигрывают Варус Один На Один Проигрывает Элиза Выграла Лес Бот Загангала Поэтому Бот Начал Побеждать Ну И Бот Извините Бот Будет Побеждать Мне кажется Везде Чачи На Том Кенчи Должен Будет Лучше Отыграть Нежели Райс Но Будет Конечно Же Момент Когда Райс Начнет Проседать Трэш Идет На Первый Сво Ганг Кстати Говоря Мы Его На Карте Вообще Почти Не Видели Кроме Как В Фермерство Он Играл Но Вот Сейчас Он Выходит На Первый Ганг Но И Опять Мне кажется Это Просто Контер Ганг Трэш Играет Именно Таким Образом Везде Чачи Немножко Подъехал На Вандер Вира Но Здесь Трэш Выскакивает Везде Чачка Ловит Придется Ему Прожимать W Прожимает Трэш Он Может Заглотнуть Но Понимает Что Если Будет Его Глотать Вряд ли Он Убьет Его А То Что Его Райз После Этого Убьет Это 100% Даймонд Решает Не Выбивать Этот Вард А Сразу Просто Бежать На Дайв Зная Где Находится Сейчас Райз С Рексайкой И Прогнали Из Под Башни Именно Так В соло Кушке И Должно Происходить Я Это Уже Много Раз Говорил Просто Уходим Из 17 18 Голды На Этой Минуте 17 10 Мопсов Это 170 Голды 2 Кила Это 600 Ну Вот И Посчитайте Сами Причем Разница Немножко Другая Получается Вы 17 Мопсов 170 Голды Все равно Потеряете Вы Все равно Не Получите Этих Мопсов Себе Только Отдадите Еще 600 Голды Оппоненту Неплохой Ганг От Трэши Выскочил Подкинул Зеда А Зед Не Успел Среагировать На самом деле Фокс Плохо Здесь Отыграл Ганг Хороший От Трэши Я Не Отрицаю Но Фокс Мог Остаться В живых Через Свою Ульту Доджить Подкидывание Рик Сайки Но Не Успел Среагировать У него Флэш Собственный Был И Ульта Была Насчет W Не Был Уверен Я Может Она Тоже Была Но Его Подкинули После Этого Ульта Варуса Вошла Как раз Подкинутого Зеда И Он Умер Единственное Знаете Вот что У Юникорнсов Немножко Отходит От Стандарта Этой Комбинации А Вот Как они Пошли Вот это Интересно Эта Башня Умрет И Эзовская Ульта Вообще Ни к чему Не привела Коби До конца Денает Мопсов И Оставляет В запушенном Состоянии Эту линию Вернусь К мысли Они Не совсем Фуллхаус Играют У них Элиза Не пойдет В танка Элиза Пойдет В АП Ну По крайней мере Пока Один Айтем Она На АП Собрала И Почему Они Не могли Идти В чистый Фуллхаус Потому Что У них Изреаль И Зед Наносят Однотипный Урон Они Два Керри Это Факт Но Посмотрим Как это Будет Работать Но Это Какой-то Знаете Интерпретация Фуллхауса Так-то Гипотетически Все равно Остается Три танка Два Керри Просто Интерпретация Немножко Другая Вот У них Один Из Танков Немножко Дэмэджи Себе Добавляет Я не думаю Что Элиза Будет Фулл Дэмэдж Все же Идти Это Не Совсем Соло Ку Что Касается Ну Двух Их Керри Они Все равно Будут Оставаться Кериками В то Время Как Сплайсы Они Играют В чистый Сидж У них Два Чистых Адэшника Под Сплитпушем Райс С телепортом Ну Не то Что Сплитпуш Просто Тот Чемпион Который Не будет Участвовать В Сидже Только В открытых Сиджах Будет Участвовать Где Ну Явно Уже Надо В пятером Объединиться И что-то Ломать Ну Например Здесь Сейчас Ситуация Неплохая Там Низбета Втроем Дайвит Визвечащий Втроем Дайвит Через Низбета И Трэши А в этот момент Вот Райс Создавал видимость Якобы Что они будут Мид ломать Но Мид не сломали Немножко Как-то Расплетились Юникорнцы И на этом Они потеряли Объект Снизу Потеряли Объект Сверху Но Объект Сверху В ответ Стилбек Отбил Команда Тогда Юникорнцев Решила Зайти в лес Чужой И здесь Поворовать Ну А З Как видите Мид подпушит Но ему надо Бежать И что-то Надо в ответ Быстренько Юникорнцам Забирать У них есть Ульта У Визи Чачи Ему надо Мне кажется Телепортироваться На мид уже То есть Не телепортироваться Через ульту Туда передвигаться Да-да-да Молодец Потому что Нужен здесь игрок Райс Ушел Ну и Хоть и Визик Прилетел сюда Кто-то скажет Ну и что он сюда Прилетел Райс все равно нет Нужен этот игрок Был здесь заранее Все И теперь Зет может тогда Уйти Немножко в другую сторону А здесь пусть Визик Чачи Остается вместе С подходящим Изреалем Пока Полторы тысячи Чуть больше даже Тысяча восемьсот За Юникорнцами А на шор У кого Ой Я мышку случайно дернул На шор У кого Они забрали просто Рифт Геральда У Элизы Но это не очень хорошо Хотя С другой стороны Кому Хюльсангу Давать Там Два игрока Забирали Алистар Плюс Элиза Ой Траши Взял Прямо Ульту В Элизу Элиза Сейчас Два раза По пять Голды Заработает Уничтожит Сразу Две Норы Рик Сайки Норкиной Здесь Пинг Тоже Стоит И Дрейка Пошли Делать Немножко Какие-то Знаете Такие Хаотичные Немножко Движения От Юникорнцев Чувствуется Что Недоработки Есть По стратегии Вот То что Мы сегодня Смотрели Даже От Как это Команда Называлась Во второй Игре Блин Вылетел Из головы Ладно Про них Забыли Давайте Про фанатика Скажем Было Видно Что фанатики Они более Как-то Организованно Играли Они чувствовали Что нужно Что надо Что почему А здесь Как-то Знаете Такое впечатление Что идет Действие Идет Такой Даймонд Прокс Ооо Блин Дрейк И резко Пошел Дрейка Делать Ооо Рифт Геральт А в этот Момент Ты смотришь И понимаешь Что Если Оппоненты Бы Резко Передвинулись Убивать Его На Рифт Геральте То это Провал Был бы Стилбека Поймали В него Много Дэмэджа Нанесли Но Он остался В живых При этом Хил Даже Не тратил Алистар Его сейчас Будет Выхиливать Зет Нужен Срочно Здесь Визучачий Не может Сюда Подойти Как Они будут Отпушивать Сейчас Непонятно Визучачий Через Ульту Снова Возвращается Команде Чтобы Не дать Потерять Этот Мид Мид Это Конечно Важный Объект Против Комбинации Оппонентов Сидж Потому что Именно С меда Все Начинается И видите Что Юникорцы Они сражаются За свои Объекты Я Намекаю Что Вот здесь Вот Игра Равная Опа Папапапапапа В рая За один на один Отфлешивается Вандервер И теряет Огромное Количество Урона Мне Даже Кажется Что Фокс Мог Флешнуться За ним Попытаться Времени У него Было Предостаточно Нанести Еще Этот Урон Но Он Боялся Флешиться Под башню И попадать В Камбу Райза Которая Могла Произойти Поук Не попадает Сэнк И Элиза Выигрывая Это Время Призывает Своих Игроков Кому Отдать Синий Синий Отдаст Эзу Сама Жена Идет Врулай А Ну да Наверное Тогда Стоило бы Рассказать Какой билд Он должен Делать Раз Он Пошел Таким Путем Я Предложил Другой Билд Как мне Кажется Неплохой Билд Очень Много Урона Здесь Вошло Попытались Убить Алистар Но Алистар Прожал Ульту И Сделал Контор Олен В Сплайсов И Радуется Тренер Команды Уникорнсов Лав Нам его Сейчас Показали Потому Что Два Игрока Уникорнсов Сейчас Просто Разгромили Весь этот Сидж Потенциал Сплайсов Если Так Эти То Элиза Ботинки Тут Разные Можно Выбирать Ботинки То Что Она Выбрала Свифт Нас Большой Разницы Нету То Можно Их Играть Рулай Должен быть Вторым Айтемом Потом Должен Быть Дэд Мэн С Плейт И Дальше Либо Локет Добавляться Либо Абисал Но Учитывая Их Команды Я думаю Локет Лучше Был Локет Он Должен Собрать Локет Можно Не Собирать Делаю Небольшую Помарку Как Третьим Айтемом Если Хюльсан Его Соберет К этому Моменту И Тогда Элиза Может В Открытую Собрать Еще Себе ХП Либо Может Даже Маску Но Вот Если Она Сейчас После То Как Рулай Соберет Будет Делать Маску Это Будет Ошибкой У Него Будет Слишком Сквишовый Билд И Как Играть Ей Фулл Танк А Тогда Она Могла Тупо Бежать На Оппонентов И Они Не Могли Нанести Нормального Урона Но Тут Какая Ответочка Пошла Уже От Юникорнцев Паук Так Надамажил Неплохо Оппонентов А Мне Нравится С чем Зет Гуляет У Зета Один Айтем Гост Блейд И К С И И Идея Его Понятно Он Ждет Своего Снова Игнайта И С Этим Игнайтом Будет Убивать Райза Пытаться А Райз Не Опа Папапапа Вот Это Интересный Момент Идет Телепорт Отвезет Чачи Но Он Не Один Здесь Извините На Наверное Делали Это Получалось И Сейчас Они Увидели Что Слишком Много Игроков От Сплайсов На Меде И Давай Это Сделаем Получилось И Вот Они Уже 4000 Преимущества Плюс Еще Лес Оппонентов Пинками Провардили Ой Зафейлил Камбу Начал Много Фейловых Спейлов Прожимать Низбета Убить Не Получается Ульта Варуса Зашла Шикарно Вышку Элиза Должна Кинуть Паука И Кто-то Должен Будет Остаться Отпушивать Остальным Надо Валить Хилиаться Нельзя Конечно Всем Валить Хилиаться Я думаю Зет Должен Оставаться Они Решили Визичач Оставить Вместе С Изреалем Здесь Как Вариант Гаунтлет Уже Есть У Адекерри Нинджа Таби Собрал Зет И Дальше Не знаю Чего он Собирает Этой Штукой Потому Что QSS Грэдится По-другому А Элиза Еще Не Бэкалась Элиза Пошла Пофармиться Потому Что Ей На Рулай Все Еще Не Хватало Сам Знаю Что Это Огромное Количество Денег Требуется На Эти Новые Дорогущие Айтемы Цена На Которых Резко Повысилась Ротацию Делают Сплайсы Но Они Это Делают По Вардам И Ультанул Но Попытается Убежать Прожал QSS Но Это Ему А Нет QSS Он Не Прожал У него Не успел Откатиться Визычачи Сюда прилетает Но Очень Поздно В итоге По нему Тонна урона Идет И Лиза Только Только Сейчас Подошла И думает Прыгает Ли туда Или нет Приземляется Такие Вандервиро Но Смогут ли Они Его убить Смогли И Это Как бы Провал Со спины Прилетает Визычачи Низбета Ловит Даймонд Прокс Ловит Его И убивает И у Трэша Гигантские Проблемы Его сейчас Выплюют И Тоже Убьют Конечно же С тремя Танками И Адекери Можно идти Спокойно Брать На Шора Все Получилось У команды Unicorns of love Zed Забайтил Их На фигню На самом деле Тут не Зед Их Забайтил На фигню После убийства Зеда Сплайсы Могли Отступать Но Они Забайтились Попытаться Убить Алистара Смотрите Внимательно Фокса Убивают То есть У него нет QSS Он прожимает Здесь А я не могу Паузу нажимать Я жму Она не жмется На него Тратят ульту И убивает Все После этого Им надо бежать Но Райс Говорит Я нажму Телепорт Будем воевать Попытались Убить Визычачи Не получилось В этот момент Команда Сказала Не бьем Визычачи Пытались Убивать Алистара Но И его Они Убить Не смогли В итоге Один парень Который Под ультой Это Про Хюльсанга Выстоял Алистар Его Убить Не смогли У него Половина ХП Осталось И Другого Убить Не смогли Потому Что У него Есть W Которая Восстанавливается Столько ХП Сколько Сняли Ему В последние 4 секунды Ну А так Как Его Рашем Попытались Убить За секунду Попытались Убить Он Просто Восстановил Себе Все Это ХП Заново И Давай Убивайте Меня Снова И Это Конечно Провал Это Провал Для Команды Сплайс И Провал Организован Был На самом деле Райзом Мне Кажется Ему Не надо Было Делать Телепорт Вчетвером Забрали Фокса Отступаем Все Никаких Давай Воевать Если Ты Вместе С Эзом А не С Элистаром Немножко Было Рискованно Но Этого Хватило Чтобы Их Прогнать Ну И Вот Интерпретированная Комбинация Работает Неплохо Ну Что ж Посмотрим Дэдмен Сплейт Ли Это От Элизы Если Дэдмен Сплейт То Все Отлично Но Я Например Считаю Что Если Сейчас Собирать Фрозен Харт Это Провал Немножко Будет Да Хочется 20% Кдр Но Хп Уже Недостаточно А Кдр Не так Сильно Зарешает С Этим Количеством Хп Дэдмен Сплейт Добавил Б Элизи Как раз Возможность Подходить И кидать Спеллы Вплотную Практически К Эппонентам И не Бояться Что Эти Адэшники Тебя Убьют Банши Как вариант Можно Было Собирать Если На Меде Был Не Варус А Допустим Азир Виктор Кто-то Кто Паукает Через АП Урон Но Здесь Через АД Поэтому Дэдмен Сплейт Лучше Бы Зашел Ну Так Попахивать Тем Что Мы Даже Может Не Увидим Какой Атем Собирался Делать Даймонд Прокс Интересная Ситуация Сейчас Объясню Команда Unicorns of love Играет Через Full house Предположительно Мы так Сделали А Сплайс Как раз Играли Через Siege То бишь У них Должен Должен Быть Паук В реальности Получается Что Unicorns За Пауки Гораздо Больше С С Гаунтли Там Плюс Лиза С W И Никто Ничего Сделать Не Может Просто Получает Тонна Урона По Лицу И Все Проблема Заключается В том Что У Эзо Уже 11000 Золото В то Время Как Танки Команды Сплайс У них 7000 У Поппи Вообще 5600 Почти В 2 раза Она Есть В 2 раза Меньше Денег У Поппи Вообще Жесть И Лиза Гаунтли Делает Ну Это Вообще Какой Это Чушь Это Вообще Не Заходит По Трем Причинам Одна Из Причин А Нет По Двум Причинам Одна Из Причин Пропала Одна Из Причин Пропала По той Простой Причине Причина Пропала Заговариваюсь Так Вот Из-за Того Что Джанглиский Айтем Изменили Он Больше Не Через Шин Собирается Поэтому Вроде Как Можно Теперь Организовывать Джанглиский Айтем Шином Поэтому Одну Причину Исключаем Но У нее Есть Уже Замедление Я Объясняю Вот это У нее Есть Уже Замедление Ей Не Нужно Еще Замедление То Нафига Гаунтли Это Ничего Не Даст Прок С Дополнительного Урона Ну Как Бы Ты Не Тот Чемпионом Которая За счет Прока Живет Как Мне Кажется Как Элизе Мейнеру Гаунтлид Здесь Плох Вот Могу Что Сказать Все же Фроузен Хард Сидел Б Лучше А Еще Лучше Сидел Б Дэд Мэнс Плейд Это Вообще Было Шикарно Причем Там Прок Гораздо Выше По Дэмэджу Нежели У Этого Айтема Но Ладно 20% КДРС И купил Будем Смотреть Как Он Будет Использовать Ну Понятное Дело Что Они Здесь Выграют Тут Уже Можно Было Не Зная Рободон Собрать И Они Все Выиграли Это Честно Но Выглядит Это Как То Патроль Немножко Дет Олен От Поппи По Листару Не Очень Этот Выход Был Райс Даже Не Успел Покастовать Спел Потому Что Попал Тут В стан От Элиза И После Этого Визичач Его Тоже Застанил Через Своего Чемпиона Чейс Продолжается Под Башней Уже Нексов И Это По Моему Все Я Хотел Конечно Игру Не Одностороннюю Получилось Все Одностороннее Но Как Я И Сказал Один Неудачный Файт Может Конечно Перевернуть Все А Неудачный Файт Был Был Наверху Совершенно Непонятно Зачем Организовали Его Сплайсы Этого Делать Им Не Стоило На этом Файте Они Проиграли Игру Вспоминаем Убивают Зеда Отступать Надо Они Решили Убивать Подходящих Игроков А подходили Именно Танки Команды Unicorns of Love И только Потом Подошла Элиза Которая Как раз В данном Моменте Сыграла Второго Керри За место Зеда Она была Вторым Керри И Я думаю Здесь Элиза Нанесла Побольше Зеда Урона Даймонд Прокс Unicorns of Love Крикнул Аля Гамбит Только Unicorns of Love С Гаундлетом Больше Дамаги Чем С Deadman's Plate Ну С Рободоном Еще Больше Дамага Чем С Deadman's Plate И с Гаундлетом Дэйдример Так что Не Ну Ребят Вы поймите Меня правильно Просто Есть Абсолютно Идеальные Билды И не надо Ничего Придумывать Здесь Он хорошо Сыграл Все Отлично И Айтем Этот Тоже Нормально Заходит Но Можно Лучше Было Сделать Не Рисковать Скажем Так Хорош Рад За него Попал В нормальную Команду Ну Выглядит Да Очень Неплохо Походу Поппи Просто так Флэш Отдала Да Поппи Там конечно Что-то Совсем Вафлевая Какая-то Курс Галды К айтемом Изменился Не в пользу Игроков Нет Это Другой Даймонд Мех Тот Ко Б С одной Б А этот С двумя Б Ладно Перерыв Последняя Игра У нас Кстати Потом Еще Будет